Чуть более полвека назад в станице Зеленчукской открыли детскую школу искусств. С тех пор капитального ремонта это здание не видела, а её ученикам приходилось заниматься в стеснённых условиях. Но теперь всё это в прошлом. Отныне дети занимаются творчеством, развивают свои навыки, таланты в комфорте. Учиться, конечно, можно было, но всё равно много чего не хватало. И сейчас вообще идеально. Всё прекрасно, всё прям нравится, как дома. Даже обстановка как дома. Мы малмальски поддерживали помещение школы в каком-то, ну, позволяющем вести учебный процесс состоянии. Здесь было печное отопление. Понятно, что помещения не очень большие, но с тем, что было и что сейчас есть, это, конечно, как говорят, небо и земля. Реконструкция была проведена в кратчайшие сроки. Мы на время реконструкции, нас любезно приютил северо-кавказский здесь филиал техникума. Вот, и мы вот там две четверти учились, а в третьей уже переехали сюда. То есть очень быстро и строители сработали. Сегодня школа встречает своих воспитанников новым фасадом, добротной крышей и фундаментом. Печное отопление заменили на газовое. Внутренняя отделка и вовсе хороша. Высокие потолки, светлые стены, новые двери и инженерные коммуникации. После ремонта мы много не понимали, почему вообще это наша школа или нет, потому что ее полностью перестроили. Я помню, когда мы ходили мимо нашей школы после уроков, и мы застали то время, когда ее строили, обшивали, меняли полностью все. Мы уже примерно представляли, что там будет, но когда мы пришли, мы вообще выпали из этого мира, потому что здесь было намного лучше. Здесь время идет иначе, и царит особая творческая атмосфера. Ребята изучают живопись, учатся рисовать маслом, и практически все пространство занимают холсты, кисти, палитры и мольберты. Валерия Тимченко учится здесь уже восьмой год и замечательно рисует. Для нее это инструмент для самовыражения. А в будущем она мечтает стать архитектором. Школа дала мне понять то, что мне стоит продолжать заниматься тем, что я хочу. И стоит не зацикливаться только на отдельном участке. То есть, если я иду в архитектуру, то здесь уже идет польза людям, а не только мне. Для нашей станицы школа является каким-то под палочкой-выручалочкой для наших детей, которые, не имея здесь филармонию, не имея концертные залы, но все-таки приобщаются к искусству. Как в живописи могут научиться, так и в музыкальном исполнительстве. И это очень здорово. Нашим ребятам, в принципе, повезло, что есть такая школа. Я, пользуясь случаем, приглашаю жителей станицы Зеленчукской обучаться в нашу Зеленчукскую детскую школу искусств. В школе искусств дети постигают основы не только живописи, но и музыки. Здесь их учат петь, играть на разных инструментах. Словом, каждый может найти себе занятие по душе под чутким руководством профессиональных наставников. Не зря Зеленчукская детская школа искусств по праву считается одной из лучших в регионе. Ее ученики и музыканты, и художники регулярно становятся призерами международных и всероссийских творческих конкурсов. Элина Астежева, Айвар Барануков, РХС-24